Премия ТОП-50 от журнала «Собака» известна и любима с 2006-го в Санкт-Петербурге и уже три года в нашем городе. Десять номинаций, в каждом году они разные. Отмечают самых хайповых и талантливых персонажей в серии бизнеса, культуры, спорта и науки. Кто-то идет к заветной статуэтке намеренно, для других же присуждение номинации становится сюрпризом. Я номинирован в номинации «Медиа». На самом деле, когда я узнал, кто, с кем я номинирован, я понял, что, черт побери, тягаться, как бы тут никак уже. Самый главный мой проект, это вообще проект моей жизни, это команда «Хом-концерт», которая сделала вообще все в моей жизни. Последний год очень был плодотворный, потому что я участвовала в московском конкурсе на ювелирный дизайн, и там мое кольцо получило приз за лучший дизайн. А также выпустила уже полноценные коллекции украшений, которые до этого были как бы не совсем, то есть были отдельные украшения, сейчас это уже было в виде коллекции. В этом году мы открыли бьюти-пространство парикмахера, и, наверное, по той причине, что о нем очень многое начали слышать, о нас, о нашей работе, может быть, по этой причине меня номинировали, и для меня это очень ответственно и очень приятно. Наверное, ранее еще никогда юные хипстеры не были номинированы на такое светское мероприятие, вот, поэтому нам очень приятно, за нас было очень много голосов, и не только из Челябинска, и из России в целом, вот. Но у нас вообще очень достойные были конкуренты, и в номинации прекрасная мужская компания, вот, и мы желаем на самом деле всем победы. Еще один аспект, привлекающий внимание к премии со стороны прессы, блогеров и модниц, это дресс-код события. Традиционно это креатив-блэк-тай, когда торжественно, нарядно и с творческим подходом. Если одни готовятся загодя и пошивают туалеты у лучших дизайнеров, то другие либо его не соблюдают, либо не особо вникают в суть вопроса. Я привык к молодежным мероприятиям, таким, где можно все, вот, а тут как бы и дресс-код и так далее, я вообще, что такое, черт, надо меняться, надо что-то менять, вот, но вроде я справляюсь. Ну, это однозначно высокая планка по пафосу и градусу, потому что, как минимум, люди, которые всегда ходят в кроссовках и гетах, мы сегодня надели шпильки, и самое главное, ведь задача не упасть, это очень важно. И для кого не секрет, что мой любимый цвет – это черный. Сегодня я не в черном, благодаря Ульге Маки, которая для меня персонально сшила этот наряд и сказала, что в этот день я не должна быть обычной для себя, я должна как-то удивить себя самой. Очень много красивых девушек и женщин, я действительно хожу и любуюсь, рассматриваю всех, и обязательно в своем блоге на YouTube я этой теме «Женщины Челябинска» посвящу прямо целый выпуск. На самом деле, очень спонтанно и быстро я выбрала свой наряд, потому что я сегодня прилетела из Италии, заказывала коллекцию на следующее лето, приехала сегодня с утра и с корабля на бал, что называется. Поэтому просто мой лук – это платье из последней коллекции «Кринцет» – беспроигрышный вариант. Что бы ни говорили об этой премии, несомненно, получить ее для многих престижно, ведь ее герои не только хорошо потрудились, но и смогли привлечь внимание общественности к своему делу.